Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги пророка Исаии я читаю свой перевод для библейского портала экзегет она продолжает разговор о египте 18 было вот про попытку египтян договориться с ассирийцами кажется не удалась попытка в 19 а что будет собственно с египтом посвящено египте я напомню что египет это южный сосед причем это могучая держава которая всегда там ассирийцы вавилон не приходит уходит а вот египет всегда там и это вот такая константа да это такая могучая страна которую не покорить не завоевать вот господь на облаке легком летит в египет вот как оказывается не с армии а на облаке легком египетские идолы пред ним затрепещут а египет это же страна могучей культуры своей очень древней и сложной религии растает у египтян сердце под нему междоусобицы в египте брат пойдет военной на брата сосед на соседа город на город царство на царство а как покорить сильно государство в общем только одним способом вызвать внутреннюю смуту да пойдет египет духом замысла его я расстрою обратятся к идолам и духом мертвым гадателям и заклинателям придам египтян в руки жестокого властителя будет им и править свирепый царь пророчество владыки господа воинства и второй вариант да если власть неадекватно если власть жестоко то тогда тоже легко будет покорить этот народ и дальше египет эта страна одной реки могучей нила поэтому здесь образы связанные с водой в море вода отступит иссякнет река и пересохнет каналы обмеляют и завоняют пересохнут в египте все потоки камыш отростник завянут и заросли что привусти нила и все поля что в пойме нила засохнут и иссякнут исчезнут египет полностью зависит от нила орошение его сельскохозяйственных угодий но и конечно рыбаки в ниле ловят рыбу отчаяться тогда египетские рыбаки все кто забрасывал в нил крючок заплачут кто тянул по воде сеть зарыдают опозориться те кто выращивал лен а там выращивали действительно лен естественно ороша его низкой водой ну надо много воды тот кол белое полотно побледнеют сокращено будет ткацкое ремесло наемные работники придут в ужас безумно князья в цуане цуана один из египетских городов мудрые советники фараона советуют глупость вот третий рецепт как завоевать чужую страну значит первое междоусобица второе жестокая власть третье безумные советники то что ослабляет само государство изнутри как скажете вы фараону я из рода мудрецов из древнего царского рода пусть возвестят тебе и узнаешь из древнего царского рода где же они твои мудрецы пусть возвестят тебе и узнаешь что господь замыслил о египте обезумели князья в цуане обманулись князья в мемфисе другой египетский город те кто служил опорой своим родам сбили египет с пути вот у них на уме только хвостовство я из рода мудрецов из древнего царского рода на практике это ничего хорошего они своему фараону не подсказывают навел на него на египет господь дух его смутивший что не делает египет терпит неудачу спотыкается как пьяный на своей рвоте ничего могут не могут сделать в египте не голова не хвост не пальма не тростник ну то есть первый и последний голова и хвост пальма могучие растения тростник ничтожные да вот все бесполезно и опять-таки не внешнее завоевание а внутренняя не усобится в тот день египтяне уподобятся женщинам в страхе затрепещут отмановение руки господа воинств но женщины здесь конечно извините патриархальное общество но некие слабые и такие неразумные существа но это не я говорю это представление твоего того времени затрепещут отмановение руки господа воинств когда он замахнется на них станет иудея страшна для египта маленькая слабая страна для огромного египта и кому она придет на ум тот затрепещет такое замысл против них господь воинств в тот день будут египте пять городов говорит на языке ханаана хана это земля израиля то есть будут населены семитами и клясться господом воинств имя одного из них город развалин может быть город солнце тут в разных рукописях разный вариант тогда это гелиополь довольно известный город в египте то есть в египте будут говорить на западно-семитских наречиях и клясться господом то есть почитать его в тот день поставят господу жертвенник посреди египетской земли и столб на ее границе кстати действительно это было потому что израильтяне были наемными солдатами в египетском войске соответственно они почитали господа в том числе и на египетской земле они будут египте памятником и свидетельством о господи воинств когда станут их притеснять вот этих самых израильтян они вызовут господу и тот пошлет им во избавление защитника и покровителя господь явит себя в египте в тот день египет познает господа ну а здесь конечно речь об обращении египет к единому богу что действительно произошло египет принимает христианство в первые века нашей эра становится могучей христианской страной потом распространение ислама да но в египте сейчас идолов не чтут и в тот день египет познает господа почтут его жертвами и приношениями дадут обеты которые исполнит господь поразит и он же исцелит египет обратятся к нему с мольбой и получит исцеление тогда проложат широкий путь из египта в ассирию мы в прошлой главе читали египтяне сосредством пытались договориться но не смогли но когда те и другие примут господа договорятся проложат широкий путь то есть начнется международный обмен и будут ассирийцы путешествовать в египет и египтяне в ассирию поклоняться египтяне ассирийцы будут вместе действительно в поздней римской империи ровно это и происходит израиль станет тогда благословением посреди земли третьим великим народом наравне с египтом и ассирией ну тоже произошло да потому что израиль который вообще-то маленький ничтожный в тот момент в силу того что именно оттуда приходит для людей почитание единого бога становится центром этого почитания и знаменитым народом знаменитой страной тогда господь благословит землю благословен народ мой египет и творение рук моих ассирии наследие мое израиль вот ну как если бы сегодня допустим там соединенные штаты китай а третье какая-нибудь республика лесота да но никому не известный маленький народ который с ними становится рядом вот масштаб будет другим масштаб будет другим и египет вместе с ассирией которые велики уже сейчас израиль который будет великами на тогда они смогут стать в один ряд и этот мир достигается за счет обращения египтян и ассирийцев к единому богу ну а что у нас при этом происходит вообще-то говоря вот на таком практическом уровне все пророчества пророчества а война как идет вот 20 глава нам об этом расскажет